Здравствуйте, я Батагос Ладангарова. Будет ли вынужден Казахстан искать новые рынки сбыта для своих углеводородов, говорим с главным редактором журнала «Нефтегаз Казахстан» Гузель Таиповой. Здравствуйте, Гузель. Здравствуйте. Экономика многих стран будет в ближайшее время уже изменена, и это понятно, уже идут новые какие-то направления, поиски рынков сбыта и даже оптимизации каких-то процессов. И все это связано, как мы понимаем, особенно в нашем регионе, с теми событиями, которые происходят в Восточной Европе. Шестой пакет санкций Евросоюза принят, и большие изменения ждут именно в нефтегазовой отрасли. Скажите, пожалуйста, как это отразится на экономике нашей страны? Я хотела бы сказать, почему мы говорим про санкции в отношении к России и смотрим, насколько это может повлиять на Казахстан. Как вы знаете, Казахстан не имеет прямых доступов к рынкам сбыта. Небольшое количество мы напрямую поставляем в Китай, это чуть больше 3,5 миллионов тонн в год. А подавляющее количество добываемых в стране углеводородов, имеется в первую очередь нефть, мы транспортируем через Россию. То есть для нас Россия транзитная территория, и поэтому те санкции, которые применяются в отношении к России, есть риски, что они могут нас затронуть. Но такой взгляд он только при первом рассмотрении. Если смотреть глубже, то, во-первых, санкции коснулись только морской транспортировки из России, они не коснулись трубопроводных поставок из России. Во-вторых, если говорить уже применительно Казахстану, основная нефть, которая идет по транзитам через Россию, она добывается на крупнейших месторождениях нашей страны. Это Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. И если говорить о самой нефти, добываемой там, то она не принадлежит Казахстану, она принадлежит тем акционерам, которые ведут добычу. И в этом смысле подавляющее большинство — это нефть, принадлежащая западным компаниям, и она не является казахстанской в чистом виде. В этом смысле риски, даже в случае, если бы нефть была полностью 100% казахстанской, еще можно было бы говорить о каких-то возможных рисках влияния санкций против России. Но когда подавляющее большинство нашей нефти — это нефть западных компаний, тут, конечно, риски минимизированы, потому что они сами об этом позаботятся. — Мы сейчас говорим о уже среднесрочной перспективе. Что ждет экономики стран в ближайшее будущее? То есть насколько они будут перестраиваться с учетом тех событий и санкций? Опять-таки вернемся. То есть Европа недополучает уже энергоносители, недополучают нефть и газ от России. Изменения коснутся и нас тогда, как страну, которая входит в состав, входит в союз с Россией. Вот как здесь будет распределяться дальше сфера влияния? — Тут вы задали сразу несколько вопросов. Я хотела бы, наверное, начать с того, что сейчас происходят глобальные изменения, как вы отметили, тектонические сдвиги. Сейчас происходит перемещение экономического центра мирового из англо-саксонского мира на азиатско-тихоокеанский рынок. И в этом смысле, если последние годы темпы роста экономики европейских стран уменьшались, но все еще были в положительном поле, то сейчас у большинства европейских стран промышленная инфляция достигает не просто двухзначных цифр, а во многих странах уже на уровне 40%. О чем это говорит? Это говорит о том, что завтра это все отразится на ценах продуктов в магазинах, на ценах автомобилей. Там уже автомобильный рынок рухнул на 30%. То есть это все отразится на том, что подорожавшие товары будут покупаться меньше. А что значит покупаться будут меньше? Это приведет к тому, что производители вынуждены будут сокращать свои производства. Как вы знаете, уже сейчас предприятия по производству удобрений закрываются. Энергоемкие производства в Европе тоже вынуждены быть на грани своего существования. БАСФ, который является крупнейшим мировым химическим концерном, говорит о том, что они на грани того, чтобы остановить свое производство. Как я уже сказала, автомобильные автопроизводители, а для Германии это одна из основных отраслей, сокращают свое производство. То есть это постепенное ужимание экономики, оно естественно будет приводить к тому, что потребление энергоресурсов будет падать. И в этом смысле вот это вот изменение, которое произойдет в среднесрочной перспективе, оно безусловно ударит по Казахстану гораздо сильнее, чем могли бы ударить какие-то такие боковые удары санкций против России, где мы как-то могли бы пострадать. Хотя мы, еще раз подчеркну, мы никак не пострадали. Более того, даже нашей нефти, Британия была инициатором того, чтобы нашей нефти присвоить другое название и отделить даже ее по названию от российской. Но вот эти вот риски, которые в среднесрочной перспективе ждут нашу страну, еще раз хочу напомнить о том, что практически вся наша нефть, она идет именно на европейские рынки. И скукоживание европейской экономики, которая по оценкам экономистов в лучшем случае произойдет на 30%, а при не очень позитивных сценариях может дойти до 50% сокращения экономики. Это, конечно, те риски, серьезные риски, которые нужно Казахстану учитывать. Сегодня в связи с санкциями против России и высоких ценах на нефть мы тактически выигрываем. Мы, продавая даже меньшую нефть, мы получаем гораздо большие доходы. И в этом смысле сегодня ситуативно все играет на руку нам. Но через какое-то время мы можем оказаться совершенно в другой ситуации, когда нам некуда, когда в Европе у нас рынок сбыта сократится в два раза. И вот этот такой серьезный момент, о котором нужно думать. И, например, Россия уже сегодня серьезно рассматривает, куда ей перенаправлять те объемы нефти, которые раньше направлялись в Европу. Просто так их физически куда-то перемещать, это достаточно сложно, искать новые рынки сбыта. Строить производства, которые могли бы быстро перерабатывать нефть, это тоже производства, которые длительного цикла, для их строительства и запуска тоже нужно время. То есть Россия, имея такую громадную экономику, даже она понимает, что это вот такие серьезные вызовы, которые она должна иметь в виду не только из-за санкций, как я уже сказала. Европа открыто говорит о том, что к 30-му году она полностью избавится от углеводородов, что она полностью перейдет на зеленую энергетику. То есть она уже сегодня говорит, ребята, я еще какое-то время у вас попокупаю углеводороды, а потом я вам скажу до свидания. И вот то время, которое у нас есть для маневра, его сейчас нужно использовать, нужно закладывать какие-то программы, реализация которых требует времени, и готовиться к этому. И более того, понимать, что даже если Европа не перейдет на зеленые экономики, потому что сегодня, как вы знаете, они уже даже не только разрешают обратно восстанавливать работу атомных электростанций, но уже и вводят в строй закрытые угольные электростанции, возможно, их планы по переходу на зеленую энергетику отменятся или замедлятся, но даже несмотря на это, вот то, что я сказала, серьезные экономические изменения, которые существенно перекроят экономику Европы, они создают риски для нас, как для поставщиков на европейские рынки. И вот это вот очень серьезный момент, который нужно Казахстану учитывать. И, кроме того, я еще хотела сказать о чем. Вот есть момент, который я как журналист замечаю, у нас в информационном пространстве мы больше говорим о тех рисках, которые связаны с Россией. И в этом смысле Россия достаточно часто стала у нас в не совсем позитивном ракурсе отражаться. Но при этом никто не говорит, а кто основные выгодополучатели от нашей экономики и где у нас скрыты основные риски. Как я уже сказала, наша нефть в большинстве своем — это нефть западных компаний. Но, опять-таки же, Казахстан, продавая нефть, он же получает только доходы от продажи нефти. Он не получает прямых дивидендов от добычи нефти. И в этом смысле, чем больше западного капитала, который вложено в добычу нефти, тем больше денег вывозится из страны. Даже по самым таким скромным подсчетам считается, что на один доллар, вложенный в Казахстане, вывозится два-три доллара из страны в виде дивидендов. То есть наша экономика обескравливается, наша экономика не имеет тех финансовых ресурсов, которые она могла бы пустить в те же долгосрочные программы, о которых я говорю. И это вторая очень серьезная задача, которую нужно Казахстану решать. И, как вы знаете, недавно уже президент страны начал говорить с крупными инвесторами, говорить о том, чтобы они больше вкладывали в экономику Казахстана и добровольно расширяли свои программы. Но это вот пока такой первый шаг. Делать его крайне сложно, потому что в правовом поле, когда у нас крупнейшие нефтегазовые месторождения, заключены по соглашению о разделе продукции. И в этом смысле маневру государства, поле для маневра очень узкое. Но на самом деле это тоже очень серьезный риск, который как-то Казахстану нужно будет находить выхода из него. Ваши предположения, ваш прогноз, каковы действия будут у наших, скажем так, руководителей отрасли, как эксперт может быть, вы наблюдаете уже какую-то работу в этом направлении, ну помимо того, что вы сказали, что делается, создается ли экспертная комиссия, которая работает над этим. Ну, или пока это только вот ваше мнение, ваше наблюдение и ваш совет, скажем так? Я думаю, что наверняка есть люди, которые об этом задумываются. Просто понятно, что эта работа публично, она может быть не видна, и возможно она проводится. Но еще раз хочу сказать, вот в рамках, если смотреть в более широких рамках и видеть это все в таком геополитическом и в геоэкономическом контексте, то в недавнем своем интервью президент нашей страны даже сам об этом сказал, что Казахстан вынужден лавировать между Сцилой и Харибдой. И как бы я расшифровала его слова. Вот Казахстан вынужден лавировать между тем, что экономически мы все-таки в первую очередь находимся в зоне России, и вот меняющиеся, вот те изменения, которые происходят сейчас в мировом масштабе, и вот это вот зонирование, которое сейчас уже выкристаллизовывается, кто-то называет это валютными зонами, можно это называть другими словами, но так или иначе понятно, что наша география говорит совершенно однозначно, в какой зоне мы находимся. С другой стороны, нам приходится лавировать между тем, что большинство инвестиций в нашу страну — это западные инвестиции, и понятно, что мы очень сильно от них зависим, и понятно, что вот это вот влияние англосаксонское, оно очень сильное, и мы должны делать очень осторожные шаги для того, чтобы завтра очень больно не удариться. И вот это вот как бы пройти между вот этими двумя опасностями с минимальными потерями для нашего государства, я думаю, что, скорее всего, есть люди, которые об этом думают. Может быть, сейчас еще не время для того, чтобы об этом говорить публично, но это очень серьезные риски, и я уверена, что вот президент нашей страны, который имеет очень большой опыт дипломатический, он прекрасно вот этот расклад видит, и я думаю, над этим думают в стране. Ну а на ваш взгляд, кому интересна может быть наша нефть? Кто может быть заинтересован в этом? Ну, если говорить о рынках, то, как я уже сказала, основной акцент мирового драйвера экономики, он смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Понятно, если мы говорим об этом регионе, то это два, можно сказать, таких гиганта. Это Китай, который уже сегодня является первой экономикой мира, и в котором проживает полтора миллиарда человек, и Индия, где тоже около полутора миллиардов человек живет. И дело даже не только в населении, а дело в том, что эти экономики очень быстро развиваются, и по темпам роста, даже вот ковидные, казалось бы, когда многие страны ушли в минуса, даже в ковидные годы 5-6% роста этот регион показывает. И тут просто чисто математические вычисления показывают, что будет представлять себя экономика этих регионов. И буквально все ресурсы, которые могут туда пойти, они готовы поглотить, они готовы переработать, они готовы вобрать в себя, потому что экономики очень быстро развиваются. И несмотря на то, что по некоторым прогнозам в Китае через несколько лет начнется постепенное уголь населения, около 5 миллионов человек в год, но все равно в масштабах полутора миллиарда человек, это как бы небольшие изменения, и экономика все равно будет продолжать расти. Там будет расти уже за счет качественных изменений, появление тех сфер, которые будут не первично использовать энергоресурсы просто для производства электроэнергии, а для каких-то других вещей, которые будут наукоемкие, которые будут энергоемкие при этом, но которые будут не такими простыми и примитивными. — Можно ли говорить о том, что внутренняя экономика страны тоже в связи с этим претерпит какие-то изменения? Обратить как-то, да, вот в одну... — Как я уже сказала, вот переориентирование на рынки азиатского, тихоокеанского региона — это не просто такая вот чисто механическая задача, трубу развернули, и, значит, нефть туда пошла. Вполне возможно, с учетом того, что Россия ищет сейчас применение своей нефти, своих энергоресурсов, увеличение их поставок в этом направлении. Как мы знаем, уже Индия в полтора раза увеличила свои поставки из России, Китай увеличил тоже свои покупки, по-моему, на 30% по сравнению с предыдущим годом. Но, тем не менее, это все равно еще не все объемы, которые могут сразу напрямую туда попасть. Ну, к примеру, я могу сказать, нефтеперерабатывающие заводы, когда они проектируются, они проектируются под определенные характеристики нефти, которая будет потом на этот завод поставляться. И ее нельзя просто взять механически, другими сортами нефти заменить. Поэтому это тоже будет требовать своего какого-то периода адаптации. Но и это тоже не факт. Как вы знаете, сегодня Россия и в Китае, и в Индию, особенно в Индию, продает свою нефть с определенным дисконтом, потому что эти страны понимают, что у России сложная ситуация, и надо куда-то это сбывать. Если у Казахстана с нашей небольшой экономикой, с совсем не тем геополитическим весом, как у России, если мы столкнемся с такой ситуацией, дисконт, который придется нам давать, он может оказаться гораздо больше, чем у России. И в этом смысле, с экономической точки зрения, конечно, гораздо выгоднее ставить производство внутри страны, перерабатывать это внутри страны, потому что это не только возможность наращивания добавочной стоимости за счет глубокой переработки, но это стимулирование по цепочке всех сопутствующих производств, потому что сами по себе такие заводы, они наукоемкие, значит, они будут стимулировать развитие науки в нашей стране, они будут стимулировать подготовку высококвалифицированных кадров для этих производств, они будут, в свою очередь, стимулировать возникновение тех производств, которые будут использовать их сырье, вернее, продукцию нефтепереработки и нефтехимии в качестве сырья в дальнейших производствах. То есть это то, что существенно могло бы умощнять, делать более мощную нашу экономику, с другой стороны, при этом возрождать индустрию Казахстана, потому что, как мы знаем, после развала Советского Союза произошла просто колоссальная деиндустриализация Казахстана. И вот можно, я не устою повторять этот пример с Узбекистаном, который к 2025 году полностью прекращает экспорт своего газа. Весь газ они будут перерабатывать у себя в стране. То есть они ушли от простой продажи сырья, они ушли в глубокую переработку, и теперь они уже будут продавать продукцию газохимии, что, как я уже говорила, и поднимает индустрию страны, и дает гораздо большие дивиденды, и создает занятость у себя в стране на высокоемких производствах. То есть это не просто переносить кирпичи, это серьезные, наукоемкие производства, сложные. И в этом смысле можно посмотреть на опыт своих соседей и немножечко начать прогнозировать на несколько лет вперед. Подобные программы есть у нас? У нас такие программы подобные и были, и есть, но пока успешной реализации, к сожалению, нет. Вот сколько лет мы говорим о газохимии, но даже первый газохимический завод, он только еще должен быть пущен в этом году. Если я не ошибаюсь, он больше 15 лет уже вот как бы находился вот в этом состоянии, такого велотекущего, иногда останавливающегося процесса. И потом уже, когда Казмунайгаз взялся как менеджер проекта за это, вот только тогда удалось сдвинуть, но он до сих пор еще не запущен. Это завод по полипропилену, а у нас еще есть, вернее, это завод по полиэтилену, и он должен, там должно быть два завода. Второй завод мы на него даже еще не можем найти инвестора. Долгое время не было инвестора вообще, потом нашли Бориалис, с Бориалисом вели несколько лет переговоры, но там ходили какие-то такие вот, после того, как все-таки длительный процесс переговоров, который вот-вот уже, казалось бы, должен завершиться подписанием договора, вдруг в последний момент сорвался, и там шли такие разговоры о том, что где-то были такие движения частной казахстанской компании, которые хотели зайти в проект, и из этого западный инвестор отказался. Сейчас вроде нашли Сибур, но Сибур, и это крупнейшая газохимическая компания России, но Сибур сейчас находится под санкциями, и этот процесс тоже непонятен. То есть вот тот процесс, который на самом деле, как в Узбекистане, государство должно было взять свои в руки, профинансировать и запустить. И представляете, если бы мы 15 лет назад уже могли бы производить продукцию казахимии, а мы все время ждем инвестора, мы все время ждем, когда к нам кто-то придет, вложит нам деньги и что-то сделает. И есть какие-то вещи, да, где государство может отдавать это на откуп инвестору, но есть стратегические вещи, где государство не должно ждать дядю со стороны. Оно должно изыскать средства и реализовать эти проекты, потому что они имеют стратегическое значение. Как для безопасности страны, экономической, энергетической, так и с точки зрения дальнейшего развития экономики в целом. На Ваш взгляд, какие сейчас есть дедлайны вообще для нашей страны? Насколько нужно нам ускориться, в ближайшие годы принять решения по вот этим вот программам, разработать какой-то стратегический план поиска решений по реализации, поиска новых рынков сбыта и так далее? Я хочу сказать, что в среднесрочной перспективе серьезные проблемы, с которыми мы можем столкнуться, это, с моей точки зрения, это 2-3 года. Но начинать все равно надо. И в этом смысле я считаю, что те деньги, которые у нас сейчас просто накоплены в фонде национального благосостояния и никуда не направляются, нигде не используются, почему их не запустить в такие стратегические проекты? У нас, например, нет серьезного сталилитейного производства. У нас есть металлургический комбинат, который в свое время отдали индийскому магнату. Он не покрывает потребности нашей страны, но это производство, оно очень... оно имеет длительный цикл, и оно дорогое, это производство. Ни один инвестор не придет в Казахстан строить сталилитейное производство. Ни один инвестор не придет в Казахстан строить нефтехимические, нефтеперерабатывающие заводы. Это должно делать государство. Почему мы сейчас не начнем запускать эти проекты, которые еще будут несколько лет только реализовываться? Чтобы, по крайней мере, уменьшить те проблемы, с которыми мы неминуемо столкнемся при нынешней динамике экономического развития в мире в целом. То есть это все произойдет очень скоро, и начинать нужно уже прямо сейчас. Конечно. То есть я бы сказала, начинать нужно уже вчера, но в любом случае хотя бы начать сегодня. Знаете, возможности есть у нас, да, дело только за тем, чтобы разработать, опять-таки грамотно разработать, программу выхода из прогнозируемых ситуаций и начать уже работать. Я бы даже сказала так, начать нужно с политической воли. Пока политическая воля не продемонстрирована. Если политическая воля будет продемонстрирована, все остальное, оно уже может постепенно подбираться. И экономические ресурсы, и проектирование, и так далее. Это все, это уже все потом. Вначале должна быть политическая воля, которая скажет, так, мы жили в такой экономической модели, сейчас мы должны пересмотреть. В нынешней ситуации та экономическая модель уже не позволит нам жить так, как мы живем сегодня. У нас уже не будет такого уровня благосостояния. Нам нужно перестраиваться, и нам нужно использовать другие инструменты, другую модель для того, чтобы мы как страна могли двигаться вперед. Спасибо большое вам за сегодняшнюю встречу. Спасибо за ваше экспертное мнение. Надеемся, что все внимательно прислушиваются и сделают свои выводы. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо.